привет друзья с вами варчик в этом видео поговорим про марафон на к нарвен action x ну и все в принципе это самое крутое что есть в этом марафоне ну что оно такое 10 заданий каждое задание состоит из того что можно его пройти либо просто набивая чистый опыт либо более сложное задание выполнять на десятом уровне в целом если вы хороший игрок на десятках можно пройти чуть быстрее если вы обычный игрок либо плохой просто играть в игру и эти задания сами выполнятся каждое задание дает тебе награду награды довольно таки интересные на более поздних этапах когда дают по 10 резервов на серебро для меня это очень ценные награды все остальное в принципе мусор и сам танк для меня не интересен поскольку он слабый мне такой геймплей не нравится точнее геймплей у танка интересный но он очень слабый поэтому на мой взгляд если у вас нету прям танка и вы просто играете в картошку 23 часа в день вы за 15 дней получите этот танк и пусть он у вас будет понравится играйте нет нет какая разница хуже от этого вам не будет если у вас нету времени и вы не прошли марафон а у вас еще есть до 28 числа несколько дней вы можете принципе поиграться и получить его но если вы не получили ничего страшного покупать я не вижу смысла это все за деньги получили какие-то награды и хорошо не получили ну и какая разница вам от этого хуже не будет вы просто играли в игру и вам еще за это давали награды ничего в этом плохого я не вижу но своих денег этот танк не стоит поэтому либо вы его получаете бесплатно и все награды бесплатно либо просто забейте этот танк нагибает только в топе играя от башни просто за счет того что у нее есть пробитие нормальная точность ну и скорострельность но дпм а у него высокого честно говоря нету поскольку прокачиваемый танк стреляет с такой же скорострельность но альфа у него не 230 а 280 поэтому прокачиваемый танк на мой взгляд намного лучше поскольку танки 8 уровня часто попадают к десяткам и там уже дпм дпм но альфа хоть какая-то должна быть а 230 но это ни в какие ворота не лезет на тяжелом танке который не сильно быстрый плюс еще и у него очень плохая броня помимо плохой брони у него еще очень сильно критуется боеукладка и баки боеукладка находится спереди в нлд и в катках баки находятся сзади возле двигателя ну и в принципе вообще вся жопа это большой бак который тупо горит поэтому на этом танке стоит играть только от башни корпус вообще нельзя показывать нлд пробивается с пробитием 150 влд пробивается там меньше 200 пробития достаточно чтобы пробить влд если не доворачивать если доворачивать но можно там 200 с хвостиком все равно она будет пробиваться башня пробивается с пробитием 250 просто откуда попал туда и пробил там лучше верхнюю часть стрелять башни то там она вообще пробивается по циферкам написано что башня будет пробиваться с пробитием 250 50 процентов то есть через раз но по факту в бою меня пробивают враги каждый выстрел тупо в голову с прыжка не целясь пробил поехал дальше не заметил вообще что я там нахожусь по сути не этот танк не нравится вообще башня у него недостаточно бронированная на башне еще есть лючок который пробивается кажется там с пробития 160 то есть можно просто плюнуть и лючок отлетит нафиг корпус просто дыра и в нем все ломается критуется горит ибо укладка взрывается плюс у него еще маленькая альфа недостаточно для того чтобы играть с более высокими уровнями он нагибает когда попадает в топ попадает в топ он редко потому что балансировщик сейчас ужасный ну и что сказать ну ничего танк бесплатный веселись народ вот был бы платный я думаю пушка бы у него было бы с альфой 280 и там бы он бы уже заиграл другими красками на мой взгляд в этом марафоне для меня самое ценное это 30 резервов на серебро я с ними смогу пофармить много серебра поскольку сейчас без резервов на серебро фармить практически невозможно очень мало серебро фармиться в разы меньше чем раньше вот такие пироги с вами был варчик играйте красиво пока